Сейчас мы дальше едем в Полтавскую область, на этот раз едем на границу с Черниговской. Мы едем в гости к Олегу Чигельскому, то в Новодавидевске. И вы тоже заражены этой болезнью? Да, заразились давно. В этом году первый год 100% обработаются все площади. А когда вы начали? Давно это? Проби были еще, когда купили первую севалку, которая может что-то трое сиять, Джон Дир 7200. Но информации было, можно сказать, совсем не было. Попробовал 10 гектаров, кукуруза не получилось. И отставили это вопрос. То есть первый был комом, да? То есть полностью, да, и еще ж тиканье над трасой поле, тиканье сусидей. То первый был точно комом. А потом, ну я думаю, что это недостаток для севалки. А потом стало вопрос, ввели всевозмину, сияли кукурудзу и соняшник, традиционно, а потом ввели, начали вводить пшеницю, сою. То стало вопрос о севалке. Була разбита ССЗ-3,6. Я ее сразу продал, потому что немало там чего было восстановить. И в 2016 году, так мы договорились с Агромиром, что я почувствовал, что все-таки они дают 50 на 50. 50 предоплата. Потом через год рассчитывали за севалку, потому что очень дорогая севалка. То есть важно иметь финансовые инструменты, да? Да, сейчас раньше было и меньше, ну было и велос, выпускали. Ну чего-то я не знаю, больше поклався на эти севалки. Первый блин комом. Все-таки вы сделали второй шаг. Обычно люди на первом шаге не получилось и сдаются. Как вам удалось прийти к этому второму шагу и пойти дальше? Я бачил доценность посев прямого посева, чогось. Я вірю в это, что рослини могут рости и без обработки, традиционно. Ну и хотелось, ну сам по натуре таки. Эксперименти, я думаю, что они в принципе удались. Я не жалую, особенно этот год показал. Сейчас приедем в господарство, вы увидите результаты на сегодняшний день. Я жалую, чего перейшло даже до 10-го року. Я за это думал. Я же говорю, не было инструмента, чем это сделать. И очень сейчас помогли ваш ролик и информация, которая есть в интернете. На семинары не приходилось ездить именно на утильники. Там в принципе почти не было кроме Агросоюза. А потом все, что было на утилу, вся информация, которая в интернете, накопичу. И даже переоблазка. Критическая масса какая-то набралась, да? Могу, да. Эксперименти, он важен в это время. Если есть сомнения, может не терять время даром, если не делать хотя бы первые шаги, но хотя бы набирать информации, как можно больше. А, кстати, первые шаги семинары я увидел с соседа в Чернигівской области. Я не знал, что это такое сразу. Я вижу, ездят, с него смеются, потом уже. Просто шаги повзают по полю. Шаги одна в нем только. Такая же маленькая, 15-17. Совершенно. А потом уточнив у него, что, как, 50 тысяч долларов для ширины 2,8. Ну, очень долго. В общем, все-таки прийняли решение, что, может быть, мы заработаем эти кошки подальше. В этом году есть у меня еще партнер, я не сам засновник. То сразу приходилось доказывать. Сейчас уже, особенно после последних объездов в поле, они даже улыбаются, смотря на то, что, ну, суседей трошки хуже. А далее покажет бункер-комбайн. Даже уже не кажется, что эта селка такая дорогая, да? Ну, как вы платили, уже все. Розраховались, да. Я просто ей постойно говорю, что постойно удосконалюю. И приходится тоже вкладать кошку. Все эти валки начался у нас уже гаутильный опыт. Это механическая, да? Да, была механическая, сделали электропневматичную. И механика тоже работает. Севалка хорошая, трошки дорога в закупке. Купили мы ее с приставками пропашными. Но были проблемы с высевом соняшника, в основном. Кукуруза механикой, та, что йшла в стандартах, то были проблемы с равномерностью высеву. Надо подбирать фракцию, были диски. Ну, трошки каменевые, как в деякей мере, для сегодняшнего дня. То спочатку мы поставили пневматичные высевные аппараты Precision Planting, но на механическом приводе. Привод от коробки, распределённый цепками. Что-то, або у нас не получилось, або хотелось кращого, то поставили в этом году электропривода. Электропривода, электродвигуни все-таки. Precision Planted, контроллер и компьютер нашей, украинской фирмы Monada. То в этот год уже работали на пневматике и на электроприводе. Пневматика, турбина от валу, отбору потужности трактора. Тоже лучше было бы для регулировки вакуума, гидравличного. Там больше возможностей есть, чем на механике. Это есть и плюсом, начи простейше, но есть и минусом. Червоные зерки турбина. Вот это все. И результат? Ну, результат ждем. В этом году первый раз только посеяли вот этим комплексом соя. Поедемо, побачите, сою сияли. А по солнечник сияли уже есть? Соняшник. Сими весенными сияли, да. Но в этом году все посеяли у нас. Пропашку всю посеяли. Квернилент Optima. В этом году у нас по 7АТу были проблемы трошки с контролерами. И пока это все налаштирование проводили, то час уходил. Мы все сияли, пропашку всю сияли. Квернилент Optima. Хотя она идет для мини-тилу. Но мы 400 га посеяли по новому телу. Ну, прямым посевом цивей сивалкою. Была у нас до этого сивалка John Deere 7200. Так стало, что, можно сказать, поменяли. Одну продали, другую купили за те самые кошты. Но это шаг вперед. То есть это БУ была сивалка, да? БУ сивалка, конечно, БУ. Да, 12-го года была. Да. Она была БУ. Пришлось трошки кое-что модернизировать. А что вы тут модернизировали? Ремонтировать, ну, не жалеем зовсім. А что вы тут модернизировали в ней? Тут даже и не видно. Розчисники ряда. Ставили, снимали. Тут есть проблема, ну, по крайней мере, в нас. Розчисник ряда. Того, что сбивается якость посев. Якость высев. Вот это диск для чего? Для них синий взгляни? Это диск, да. Кстати, он очень помогает, потому что он идет сам, как розчисник ряда. А он идет прямо по ряду? Перед ряду? Чуть-чуть помещенный, но все равно трошки очистку ряда робит. Ага. И в нас, не знаю, что можем и певничнее, прогрев слабо проходить. А для вас это критично, чтобы нагреть, да? Ну, не знаю, в конце побачил. Первый год 100% прямым посевом только в этом году посев. А вот это вот? То, значит, что отставание очень... На начальном этапе? Да, и потом затягивание уборки и влажность кукурузы. Для вас это критично, да? Да, 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 да. Ну, то есть, ношеный был. Первый новый, и он идет первый и прорезает. Другой идет за ним и меньше разрушает грунт. И лучше прорезает сам висевый аппарат. Интересный результат, да? Да, ну, в принципе, на что надеялась, так и получилось. Но есть нюансы, забывается, но все-таки цена севалки бэушные и новых. Она нам 17 тысяч евро, по-моему, пришлась. А сколько у вас гектаров? В обработку 600. То есть вот этого техники вполне вам хватает, да? Да, сия сою и помогает сиять солнечную кукурузу до момента посева сои. А потом сия пшеницу. Так, тваринец вот трошки есть, то сияли прямым посевом люцерну. Без ничего люди поражались, что было поле вот таки, а потом выросла, где-то взялась люцерна. То получилось, и даже хорошо. А это сияте вот такие культура? А ци пропашние, да. А трактор у вас какой вот для этой и для этой? Без сия и Нихоланд. Сколько лошадин? 128 финских сел. Анатолий говорит, что мало, но хватает. Да, ну полностью. А для этой селки? А тут 115 лошадок дойцы. Тоже справляется. Ну, сия працювала с целью севалкой в цей трактор, который працюет на оприскивателе, то тут МТЗ-1025. Універсально, чтобы можно было поменять. Еще не доказал по поводу севалки Кверниленд, что в ней тоже электропривода. И есть возможность, кстати, мы экспериментуем с нормой высева. Не надо переставлять зверточки. Анатолий Васильевич на культу керувания набрал 50 тысяч выставил. С трактора? Да, с трактора. Без проблем. В принципе, с нормой проблем совсем не было. Тем более время. Весна, это все время. То очень довольный ней. Только нужно правильно подобрать расчисник ряда. Побачим, чи моно, чи двойный. Еще это в процессе. Это электрический привод, да? Так, точно. И вот с помощью него он управляет из кабины, меняет, да? Турбина, вакуум. А есть контроллер у него за тем, как оно сыпется? Да, конечно, конечно. Он все видит. Он все при посеве видит, конечно. Тут только нема еще один шаг, я скажу, параллельное важдение. А надо? Надо, надо. Так как в этом году решетки кукурудзи были очень жесткие. И качество посева... Важно было смотреться на то, что мы насеяли. Из-за того, что палка жесткая, удары. А при параллельном вождении есть возможность всеять в межрядье. Выставиться. Там похибка, по-моему, 2-3 сантиметра. Цего достаточно будет. При хорошем посеве и вручном, вручном керуванне будем пробовать. Ну, а в этом году под 30 градусов сияли, это сбивалось. То есть есть смысл пойти на эти затраты, для того, чтобы уйти. А вот от этих дедовских еще методов, да? Да. Да, да. У меня тут уже выставлено все под скорость сразу. Да. Тут, где морга... Воно будет выбивать ошибку, потому что высева нет. Ага. Электропривод крутится. Ну, все наглядно, да? Где морга красный, может, тут высев показывается. Норма задана фактически. Ага. Тут есть данные по полю. Все видно, да? Ну, вы видите, вот здесь качественно. Видите, есть все поля, все. И просевы, вот видите, каждый датчик высева, статистика. По каждому датчику, да? Да, да. Все четыре датчика, тут все подписано. Все есть. Помогает, да? Ну, еще снимите, как оно там выглядит и все. У вас такие молодые механизаторы. Страшно говорить, такие молодые. Да? Таких попробуй... Дайди, да? Да. Вы же понимаете... Так это же достоинство. Да. Потому что они, видите, как он справляется с монитором. Сейчас вот, когда мы покупали для себя технику, мы спросили, у вас молодые или старые? Я говорю, молодые, это хорошо. А с телефоном справляется? Вот так понимаете, что старому, ну, не старому, а за 50 это тяжело, а им легко дается. А, Мирослава, включи привод. Это привод от механики, а сейчас мы не видим. Из электрики, да? Да. То есть тоже он там все может задать? Да, да, да. И не требуется перерастраивать? Ну, шестерни, цепки. Это вчерашний день же. Раз перепрыг, но я не знаю, это же мы сами делали. Ну, если механику перевиси менять, то вот тут открываете. Ну, да, механику, это традиционное, что фиксаторы. Доброго механику перевисивается. Мелкая семянка. А это про пашни. Ну, мы взяли в том году диски на пшеницу даже. Ну, с этим интереснее, да, проработать? Трошки, да. Для нового тела это нужно учиться, выгружаться на краю поля. Ну, для выгрузки на краю поля надо комбайну бегать. А так, перегрузчик тоже работает с этим трактором осенью. С нехолодом, да? Да, да. И сколько в него входит? Повненще без проблем два классовских бункера. Максимум по тонажу 17 тонн. Десь мы, ну, как уже надо было довезти до краю поля, там кусочек домалачивали, то 17 тонн нагрузили. А так два классовских. Ну, грубо говоря, 14-15 тонн без проблем. Два бункера загрузили. И раньше меньше застосовывали, наче ж перепал. Иде переразход солярки на трактор. Тепер уже все майже через него. Чи планували поставить весы? Ну, как-то так уже с поля. Бо комбайн тоже у нас старичок. Один из первых лексионов 480-х, еще 7-го, 7-го року, 97-го, 97-го року. То цей перегрузчик помогает. Виробник рядом находится у нас завод Хорш-спецмас, еще, зараз в ней агротехнологии називаются. Купили его тогда, когда были погодные условия, очень жесткие, по поводу добраться до поля автотранспортом. У нас есть зерновозы, да, эти вообще не реально было. И стало вопрос, а будем ждать весны, это уже, сколько у нас, помню, четвертий сезон. Або взяли теж в два платежа на заводе цей перегрузчик. Вони еще, тоді реклами их и не было. Тут, після нас уже сусіднее господарство взяло, ну, они уже вийшли на вищий рівень и в рекламе, и в виробництві. То у нас еще, даже кольор у нас еще зеленого. Оригинальный, да? Да. Ну, вы довольны, да? Это полностью, полностью, и перегрузчиком, и всем набором техники. Пару лет назад взяли тоже раскидач, кстати, я помню, раньше даже, чем севалка. Ревномерность, ну, не скажу, что 100%, потому что, я не знаю, чей завод дает 100%, но, порівнюючи с нашим МВД-09, у нас был раскидач добрый, то идеально, просто идеально. В цьому році є можливість раскидати сульфат амонію кристалличею, в цьому році застосовували його. Ревномерність, раніше були полоси у нас, як волки після комбайна, то так ми вносили доброго, просто заметно було. А зараз 100%. Это же, знаете, вот эти компании, которые производят, они, наверное, говорят, вы неправильно их называете, не разбрасыватель, а распределитель. Распределитель, да, да, да. Так что у вас распределитель. Это уже точный распределитель. Есть и других фирм, ну, не знаю, чего-то, чи рекламу краще робили, и те, что рекламу... А сколько может туда добрый день? Биг-бег, тонник, а там, по-моему, 1,3. Ну, а так, без проблем самі еще там зробили крановую установку. В цьому році зовсім проблем не было.